Библейский портал экзегет.ру представляет Псалом 150. Последний псалом в Псалтыре. Сегодняшняя беседа проходит в Московском Сретенском монастыре, записывается и размещается на портале экзегет.ру. В конце каждой из пяти частей еврейской книги хвалений есть короткие словословия. Псалом 150 представляет собой одно большое, торжественное словословие. По всей видимости, он изначально составлялся как завершение всей Псалтыри. Гимн начинается и заканчивается призывом хвалить и Господа. Аллилуйя. Обе половинки каждой строки с первого по пятого стиха также начинаются с императива хвалите. В шестом стихе этот глагол поставлен в конец. Таким образом, сборник песен Аллилуйя, как и вся книга Псалмов, заканчивается на двойном хвалите. 150-й Псалом – это небольшой храмовый гимн, который содержит мало новых идей по сравнению с предыдущими псалмами. Но его особое место в композиции Псалтыри свидетельствует о богословской задумке составителей. Что бы ни происходило в истории народа и с каждым его членом, венцом всех жалоб и молений должна быть благодарность Господу за все случающееся. Первые два стиха. Псалом начинается с побуждения славить Господа на святом месте. Буквально по тексту речь идет о том, чтобы славить Творца во святилище. Словом, святилище могло бы означаться скиния или храм. С оглядкой на иные псалмы мы понимаем, что в данном случае речь идет об Иерусалимском храме. В параллель храму указывается твердь силы. Если твердь служит намеком на небесную твердь, могучий небесный купол, значит речь идет о небесной обители Бога. Таким образом, перевод первой строки псалма может звучать так. «Хвалите Бога в святилище Его, хвалите Его на небесах Его». Указательный предлог «вы» указывает не на людей, которых призывают к молитве, а на место, где находится Бог, в храме, на небесах. В 148-м псалме хвала Бога раздавалась сначала с небес, а затем продолжалась от земли. Здесь же хвала Бога раздается во святилище, а затем она должна быть услышана на небесах. Могущество Божие было явлено Израилю в его делах, в чудесах на протяжении истории избранного народа. Множество величия – это причина словословия Господу. Величие Творца неба и земли неизмеримо и ни с чем не сравнима. Но при этом Бог сострадает и заботится о возлюбленном Израиле. В 3-м, 5-м стихах перечислены музыкальные инструменты, которые, видимо, использовались в храмовом оркестре. Трубы, десятиструнная лютня или лира, которая в греческой версии псалма была переведена как псалтырь, арфа, переведенная на русский как гусли, и сопровождающий танец бубны или тамбурины. Какой именно музыкальный инструмент подразумевался за словом «струны» – сказать уже трудно, поскольку данное слово встречается в Библии всего три раза. Видимо, этот инструмент рано вышел из употребления или не был известен за пределами Палестины, поскольку греческие переводчики оставили только указания на струны. За славянизмом орган, калькирующим греческий перевод псалма, скорее всего, стоит указание на флейту или свирель, которое использовалось в быту, но не в храме. В 5-м стихе упоминаются два вида кимвалов. Кимвалы звука, более тихие, и кимвалы хвалы, то есть кимвалы крика, громогласные. Такие кимвалы могли иметь вид плоских пластин или конусовидных тарелок. Скорее всего, в данном псалме речь идет о маленьких и больших бронзовых тарелках, которых привязывали к руке особыми веревочками и ударяли друг о дружку для извлечения звука. Раз есть оркестры, значит, должны быть и исполнители. На трубах традиционно играли священники, созывая народ на праздничное богослужение. На арфах, лирах и кимвалах могли играть левиты. Не исключено, что бубны, свирели и еще какие-то струнные инструменты были в руках у мирян. Они же миряне танцевали во время пения. В заключительном шестом стихе псалма все живые существа приглашаются прославлять Господа. Не исключено, что автор псалма под всем дышащим мог подразумевать не только людей, но и всех вообще живых существ. Таким образом, после длинного перечня струнных, ударных и духовых инструментов автор псалма приводит к нас к идее вокального пения, похвалы, произносимой дыханием живых существ, которая значительно ценнее, чем игра на любых, даже самых вычурных, но безжизненных музыкальных инструментах. Псалом, как и вся псалтырь, заканчивается словом Аллилуйя. Хвалите Господа. Присоединяясь к всемирному хору славящих Творца живых существ, нам остается только подтвердить. Аминь. Аминь. Благодарю за внимание. Аминь. 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 Продолжение следует...